В Белгороде расширяют питомник хвойных и вечно зелёных растений. Его площадь составит 3 гектара. Накануне только за один день высадили 8,5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Работу ведёт Управление Белгороблагоустройства. Репортаж Людмилы Столяровой. Лесопосадочная машина делает неглубокую борозду. И тут же в неё выкладывают крохотное деревце. Следом идут оправщики. Они трамбуют в землю, чтобы не было воздушной ямы. Только за один день таким методом на участке высадили 8,5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. А неподалёку – уже готовые плантации туи и магонии. Эти сорта районированы, приспособлены в жизни в городе, испробованы нами уже неоднократно в городе. И хорошо показали себя после высадки из питомника в городе. Для высадки молодых сеянцев подготовили поле площадью 3 гектара. Сейчас здесь оборудуют систему автоматического полива. Ширина грядок позволит обрабатывать растения от болезней и вредителей с помощью техники. Это только начало работ по расширению питомника вечно зелёных растений. Питомник у нас существует очень давно. Просто мы начали рекультивировать старые переросшие растения, выкорчевывать их, опахивать земли и закладывать хвойные растения для посадки в город. Хвойные растения уже давно красуются на улицах Белгорода. Их можно увидеть на клумбах во всех частях города. Чтобы увеличить количество таких насаждений и восстановить пострадавшие посадки, нужны новые растения. Во-первых, это эстетичность, во-вторых, это фитонциды, в-третьих, это улавливание и шума, и газа, и пыли не только летом, но и зимой. Польза очень огромная. Выращивание деревьев – процесс длительный. Чтобы из семени вырос сенец сосны или туи, нужно 4 года. Потом ещё столько же, чтобы растение достигло метровой высоты. Только после этого крепкие здоровые саженцы отправятся украшать скверы, улицы и парки города. Людмила Столярова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.